ждем от данной выставки конечно вкуснятина вкуснятина ждем чеки как обычно лютые вкуснятина обессе не дышать она будет всякой по идее довольно даже не смотрел я узнаю что там был там опять говорят вот как я сказал три игры был одна и здесь будет как минимум пиздежа вот чё съебал пиздежка птичельки вы хочет рассказывают блядь просто показывайте трейлер да и все ну курами когда и добро пожаловать на выставку будущего игрового шоу меня зовут я играю тифа перчатки будут а это артур морган слева я здесь для того что роджер кларк в этом месте подземелью трейлера ко мне присоединиться единственный и неповторимый роджер привет рад быть здесь я роджер кларк хотя возможно вы лучше всего знаете меня как привлекательно разбойника артура моргана из red dead ridden моргана сегодня у нас для тебя потрясающее шоу мы снова потрясающе шоу чекерами презентациями разработчиков и всем что между ними так что запрягай своих лошадей и устраивайся у меня нет лошадей поэтому насыщенными событиями шоу имейте в виду что вы можете найти любую из игр представленных сегодня и составить список пожеланий на нашей специальной странице самор шоу кейс в стим чтобы найти в стиме значит все игры в стиме выходят который сегодня покажет я думаю мы уже исчерпали нашу норму ковбойских остров и так давайте сразу перейдем к нашей первой мировой премьерой здесь кстати обещают реально премьеры какие-то вау как это это что пять лет назад привет забавка перелась и настоящее служи своему богу с непоколитой привет и начал передавать потому что он артера моргана сыграл считаешь придерживайся принципов нашего ордена выкованных с горнили вверх ахуеть можно овечек куда-то вести каких-то полувоксельных или я даже не знаю что это такое иди по пути праведности ведомый светом божественного замысла пусть сомнения не обращают твой дух а играть типа что делать просто вперед идешь надо венчурать его оставайся непоколебимым на пути ислама чреватым препятствиями чего ислама это про крестоносцев оставайся стойким в этом путешествии которое в этом месяце чревато похоронами в принципе сомнения мы находим силы для настойчивости фури крестоносцев будет твоим щитом и праведность твой меч обалдеть геймплей конечно хуй полный здесь полно я бать этот переход на геймплей это ахуеть да а че с битрейтом то это был ваш первый взгляд на багданс кросс бакданс кросс дали у нас ой блин это экшн рпг от третьего лица который вы строите бакдан ну буквально блять чуваки ну здесь все вот такая вкусная бакданс кросс бакданс кросс возможно потому что каждый вечер кажется что он может стать для тебя последним обалдеть можно ферму строить ничто не сравнится с тем трепетом возбуждение который приносит новый восход солнца и именно эти моменты дают тебе силы отважиться и исследовать ничто бьер на звучит сверху очка гуд чел обалдеть можно играть в одиночку или с другом особенно когда делишься с друзьями потому что в хорошей компании все становится лучше и все же истинная цель заключается в том чтобы иметь место которое ты можешь назвать домом это место где можно воспитывать и о котором нужно заботиться даже когда ты веришь что твоя задача выполнена всегда есть другой остров за которым нужно гоняться еще одно место где все будет выглядеть так как будто что это такое было и 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 Это вдохновлено фильмами в стиле неонуар, черные, но белыми детективами в стиле Ардиего. Но действие происходит на сотни лет в будущем. Где тебе нравится Принц Скрин? Не понял, в смысле Принц Скрин? Чё-то у них битрейта мало, пиздец, на трансляции. Ключ перевода вышел погулять. А сплит-скрин? Такая игра, как выглядит конкретно, у меня покажется. У меня есть, честно, похуй, там оркестр, не оркестр записывает. Мне вот это показывать не надо. Вот, ну, серьёзно. Из-за того, что мне показывают, я представляю, что это будет какой-то симулятор ходьбы. А, ну, короче, опять либо забанил, либо лёг сервер. Смотри без перевода пока. Ну да, Лола, симулятор ходьбы, это же как этот, от Блубер Тима было. Который Рудвиз Хару озвучил. В этом году когда-то там, попозже. Немного не хочет умереть. Немного не хочет умереть. Куда ты делся, Брит? Брит? Интересно. Я, эээ... Я... Я просто пойду на сцену. И, эээ... Что происходит здесь? Великолепно в мире детектив Датсон, Роджер. Типа, вот они в игре, короче. Вон, Роджер слева. Звучит круто. Одна вопрос. Как мы вернемся на сцену? Я не уверена. Но смотря на этот новый трейлер не может быть, да? Решаешь... Главоломки с преступлением. Можно переодеваться. Обалдеть. И тут можно есть чипсы. Детектив Датсон. Угу. Обалдеть. Еще лучше, смутой ли эта игра из Индии? Интересно. Угу. Демо доступно. Кто хочет, можете поиграть. Смутой не на вашей железе? В этом году в Спринг-шокейсе, наш хосты открыли открытые, чтобы смотреть в вашем книге. Спотлайдинг 3 из самых ярко антиципалитных игр, которые в 2024. И, в основном, и с этой традицией, и еще и другая сериала игры, чтобы точно быть на вашей железе. Первая игра — это «Онс Хьюмен». Давайте перейдем ее к разработчику, чтобы они вам рассказали больше о этой серьезной здоровой игры. Вчера, по-моему, показывали, а не? А, это вот эта девка, которая в начале была. Да, вчера был тизер. В июле выходит, по-моему. А, 9 июля выйдет. Я очень удовольствовала представить Воскюмену, международные и старые друзьями сегодня. А, Брио, выходит в Сурсет-News. Воскюмен — это пульсо-апокалиптический оборуд. Но это выживач в открытом мире. Срабляя, чтобы выживаться в оборуде, корруптированном статусе, и оборудить в оборуде, и оборудить на сегодняшний континент. Воскюмен — это пульсо-апокалиптический оборуд. Какой-то Fallout 76 похожий сейчас. Только от третьего лица. Уже была одна суровая игра, русских разработчиков, дейбифор назывался. Столько было из шлисток, ух, бля. Выглядит сразу пиздец. Оборуд. Твоя эксплуатация будет отвергать границы изображения. Оборуд. Оборуд. Её два года играет в эту игру? Тогда почему мне рассказывают, что она выйдет 9 июля? А еще бета. Ну, это обман какой-то значит. Оборуд. Тут даже есть, смотрите, ходячий автобус. Он ходит. У меня такое ощущение, что его из этого челика не ровно переозвучили, потому что у него такой акцент был. Оно выглядит как огромные деревья и другие могут даже быть хорошее мечты. Бет-фула, бедас. Я не говорил, что у вас может быть один из самых разнообразных игр в оборудовании в мире? Вы должны элиминовать распространение с границей и демонтировать материалы, чтобы оптимировать вашу кафтинную технику. Плюс, вы можете оборудовать дивизионы от всех этих галкетов. Можно наконец-таки шахту копать, и помидорки сажать. Обалдеть. Поставить охрану. Блин, это Redfall какой-то как будто. Ну какая-то, короче, хуйня. Кабан. Мы также оборудовываем разные игроки. Мы видим все сезоны, и все различные 挑战ы, которые скоро будут. Это тоже пи-пи-пи-боссы, и пи-пи-пи-контенсы, которые укажут вас, качайся. Хочешь, пвпишься с другими игроками. Мы также добавляем survival challenges, где Меда должен победить для очень опасных ресурсов. Игрей, блядь, это Fallout 7-6. Пиздец, тупо. Вы можете увеличить свою оборудование для строительства изделия в целом внутренней власти. Позвольте изделия 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 и даже изменяем объективы сезона. Мы проживем мир, и вы это для жизни. Нигде не пишут, что типа она есть в раннем доступе, то она выходит. Последний раунд открытый бета. Доллары не доступны, и вы захотите забыть оборудование. Готовься на оборудование. Было бы ты человеком, но вы можете играть стим-демо, когда демок будет, да, как чате прямо написано. и 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 попал в него. Хорошо, не могли бы вы передвинуть его на другую сторону. Хорошо, теперь отправь это до конца. Очень интересно, конечно. Хорошо, я вмешаюсь. открывает панель над дверью. Хорошо, пожалуйста, что там написано. Мы что-нибудь придумаем. И имейте в виду, если я что-то понимаю неправильно, то все остальное просто неправильно. Хорошо? Я запомню это. Да. Я ударю по этому месту. Вау! О! Оно сдвинулось с места. О, очень мило. Я бы хотел, чтобы вы прекратили это делать. Я пропущу тебя туда, и ты сможешь их осмотреть. Да. Доступен бесплатный пролог уже. НСИНК придет скоро. О, увидимся. Подожди, нет. Просто исследуй. Я думаю, что вы вернулись с премьерами мира. Я думаю, что вы вернулись. Мы нашли еще один для вас. И если вы спросите мне, это... Это... С переводом чем? Вау! Так что внесите это в свой список желаний. А теперь поправьте меня, если я ошибаюсь, британец. Но, похоже, мы возвращаемся к мировым премьерам вплотную... Британец. Я думаю, что, возможно, вы правы. Мы выловили еще одного для вас, ребята. И если вы спросите меня, то это... Вау! Это что-то вроде призового улова. Ничего себе. Видите, что я там сделала? Да-да. Я веселая. Гагаш. Он... Он пролагивает почему-то. Типа, сервак лагает, я хуй знаю. Не поспевает. Это дрэдж какой-то опять? И Dave the Diver, уже третья игра на эту тему И плюс еще одна была игра про подлодника И я уже не помню как она называется Эта игра так будет выглядеть, вот опять там тоже показывают А, ну да, Dredge Iron Rig Видимо, делся для Dredge Так и есть Окунитесь еще раз в одну из самых любимых инди-игр прошлого года Когда начнется драга? Железная буровая установка будет запущена 15 августа Вы знаете, говоря о любимых инди-играх Мы рады запустить наше собственное будущее игровое шоу Humble Bundle Здесь представлена тщательно подобранная подборка игр, которые появлялись в наших шоу на протяжении многих лет Итак, если вам нравится то, что вы видите, перейдите по ссылке и назовите свою цену И тем самым вы окажете поддержку разработчикам и благотворительным организациям, выбранным Humble А теперь возвращайтесь к трейлерам В следующем разделе мы расскажем о семи играх, которые должны быть у вас на виду Ну, быстрый трейлер Рог в лике Ой, блядь, это же Diabotical Это ту JD, которая решила сделать свою кваку, но что-то Diabotical у них Что-то случилось, он его закрыл И теперь, типа, переделал его, выпустил по новой Что да, ты можешь поиграть в нее прямо сейчас Понятно Что превращает человека в наркоторговку? Дилер превратился в босса картеля? Узнай об этом в диету Это острый сюжетный симулятор, в котором вы поднимаетесь по криминальной лестнице и сражаетесь с конкурентами Заключая контакты, расширяя свое убежище и продвигая свой продукт в динамичном открытом мире Который поддерживает как одиночную игру, так и как раз Блядь, что это? Это же вообще полнос какой-то вообще показывает Теперь перевод вперед идет Но это лучше, чем напаздывать Игры нет Чтобы они уничтожали нефталактических захватчиков Игры есть Старвадос скоро выйдет на PC И ты сможешь посмотреть демо-версию в Steam после показа Встань на место отвар Так низко поверишь на себя это реклама Слушай, ну, деньги заплатили Какая разница, что реклама Исследуй великолепные пиксельные миры Надо же Роджеру Кларку голосу Артуру Моргана заплатить денежки И актрисе, которая Тифа озвучила из Final Fantasy Но это вот, кстати, нормально игра Преврати врагов в друзей и найди свою потерянную родственную Так, зелье для бедных, чуваки Это трехмерный ремейк экшн ролевой игры А, это ремейк какой-то В игре Dungeon Crawler, окутанный тайной Игроки должны Ну, Dungeon Crawler, да, зелье И нанимать павших врагов, чтобы выжить в атмосферных условиях Преодолей смерть и измени судьбу Когда Sort of the Necromans Резурекцию выжить Че уже, DLC для Алан Уэйка за 10 долларов не так плохо выглядит, да, чуваки, после этой хуйни? Антон Блэст Это взрывной экшн-платформер Вдохновленный великими игроками ГБА Мучись на перегонки Подпрыгивай и скользи по сюрреалистическому Узрушаемому обуви Размахивай могучим молотком Да, она не хуева, просто она ни о чем как бы Ну, типа Смысл не имеет Антон Бласт выходит на Nintendo Switch и PC 12 ноября этого года Но прямо Сейчас в Steam доступна демо-версия Дайна Майк Ну, демо-версия может поиграть этой игре Найди свой новый дом на краю галактики в Farland В межгалактическом симуляторе А, короче, вся пиксельная тема, видимо, на этой конференции Покачивайся, сырники и создавай сообщество Покачивайся, пицца Тавара Ну, типа Да пицца Тавара тоже че, оригинально, что это хуя Фарландс выйдет в раннем доступе 24 июля Но сегодня в Steam выходит демо-версия О, еще демо-версия, для любителей в первую очередную построить Три удара и ты выбываешь Выйди на ринг в Биг Бой Баксин Приключенческом В Биг Бой Баксин Вдохновленном серией Панч Аут Причудливые противники оживают благодаря плавной анимации Когда ты подпрыгиваешь, плетешься и наносишь удар Пробиваешь сквозь толпу Занимайся аранжированием, изучай схему атак У нас тремное будущее Скоро начнется бокс для больших мальчиков Так что убедитесь, что он есть в ваших списках силами Это для больших мальчиков Вы большие мальчики, че-то? Помните, что вы можете найти все сегодняшние игры на нашей специальной странице Future Games Show в Steam Найдите Future Games Show в Steam И вы сможете начать копаться в демо-версиях И уточнять свои желания Блять, прям вот идеально Можете начать копаться Блять, я как копаюсь в дерьме каком-то Сука, копаться, блять, в этом во всем Да О, это кринжовая реклама уж и была Я помню эту хуйню Именно поэтому мы приняли решение Полностью по собственной воле И, конечно же, без какого-либо принуждения Мы обязуемся доставить нашу новую видеоигру Parcel Core 3 сентября этого года Это верно 3 сентября у тебя будет возможность взять на себя свою роль в экономике концертов Гарантируя, что твой совет директоров сможет получать свои ежегодные дивиденды Тебе придется успокоить пеструю компанию в бизнесменов От флористов до медицинских работников От продавцов жареного теста на дрожжах Работаешь курьер на велосипеде Обращаюсь к продавцам тематических напитков Всякие трюки выполняешь, да? Так что, пожалуйста, помоги нам Составив свои желания для посылки сегодня Нахуй вы монитор сломали? И помни, ты найдешь нас на улицах 3 сентября 24-го Чё, денег дохуя? Походу, да Мы рады сообщить, что Parcel Core появится на PC, PlayStation и Xbox 3-го сентября Я понял, что 3-го сентября Вы также можете ознакомиться с демо-версией, которая только что появилась в Steam Наша следующая игра — это умопомрачительный межпространственный платформер, в котором Знаете что? Старый монитор? Да вроде был похож на широкформатный, человек, не особо старый Но он был не включен, по крайней мере Возможно, да Просто на помойке за 500 рублей купили чисто сломать Вау Обалдеть Можно так играть, и ты в реале перемещаешься, смотрите Обалдеть Ну почему летучей мыши не было в 2D-пикселем мире? На ебалу какой-то Я не заметил, она была Чё-то у меня, по-моему, голова охуевает от одновременно смотреть, если пытаться и туда, и туда, как бы, да Мозг к такому не готов Явно Ан Скоро выйдет скринбаунд, так что добавляйте его в список желаний в Steam И если вы подумаете об этом, Роджер, то технически это две игры по цене одной Вау Это кражи Да, а теперь когда на мелкий экран, смотря, там красивее Которым мы хотим поделиться с нашими друзьями из Netflix Выглядит как Grand Subday Которые появятся на платформе Она не выйдет Вау Netflix вкуснятина Don't starve Это все старые игры, видимо, которые просто на Netflix выходит Реклама Фактически Просто Да, это прикольные спритскрины, может быть, но это не спритскрины, а то одновременно Нам очень весело Тебе, видишь, симулирует, как бы Ебать Нейронки картинки сгенерированы, не стыдно вообще Вам будет трудно стоять перед искушением Все в 5 фпс Слушай, но у меня лагов нет Так что Трейлер у них вроде Ну, трансляция в 30 фпс у них идет Это поэтому народ постоянно ноет, что у них каждый раз подписка Netflix уже, наверное, там с 5 долларов до 15 подорожала Спасибо Netflix за то, что прислали этот трейлер Чтобы играть вот в эти игры Сейчас у нас для вас есть еще одна мировая премьера Эта игра позволяет вам использовать банду неуправляемых наемников для вашей собственной эгоистичной игры Вау Петух Обалдеть Пришло время поразить этих идиотов Эй, мои добрые горожане У меня есть для вас история Я неустанно исследовал дикие земли и нашел потрясающую добычу Меня заебали вот эти вот типа мультики А в итоге потом игра выглядит вот так вот Я разрываю их на части Человек, стоящий лицом к лицу со смертью Я никогда не сдаюсь Почему? Потому что я герой И я здесь, чтобы защитить тебя Я перестану нести эту чужую Ты не герой Очевидно, что все боевые действия были организованы тьми самими Ты дерешься, чтобы получить опыт? Ха Кому нужен опыт, когда ты знаменит? Счастливые ублюдки Счастливые ублюдки Да, без мультиков не продашь игровые Все, сдох, перевод, опять нет Пролагал Вау, игра в стиле соус Почему она выглядит как торцев зафолен И все какой-то, блять Как будто бильярд блюра навалили Депс оф филд Вот это все говно Пост-обработки, короче Соус лики Вот сейчас пролагало нормально Не знаю, трансляция или игра лагает Вкуснятина, вкуснятина Лебединая песня художника при наступлении нейронок Вряд ли нейронки все равно смогут Нарисовать такое, что у них там было Просто черрики думали, как типа нашу всратую игру Хоть как-то заинтересовать народ Три типа игр Стоус лайки, платформеры и И фермер На Плейстейшен и пока вылет А когда? The Relic First Guardian скоро выйдет на Плейстейшен и Писи Что у тебя есть для нас на всю дорогу, Роджер? Что же это приятная проблема? Но у нас просто слишком много игр, чтобы показать вам Итак, мы собираемся показать Ребята, слишком много игр? И немного позже свяжемся с вами, ребята Так, опять с трейлера за трейлером Не пойти ли нам чего-нибудь выпить? В этом не было бы ничего не было Так, опять мультик Я слышал, что вы делаете Действительно хороший Космо-Канин О, я бы с удовольствием приготовила что-нибудь для вас на скорую руку Да, пожалуйста Блядь, это спидраннеры from hell Это опять что Типа DLC какой-то нового уровня Или как он там назывался На мультик не нарисуешь, не проживешь Блядь, реально Как же наебать-то людей Полный релиз Блядь, я даже не понял по логотипу Как эта игра называется Но, видимо, это оно Очень быстро Никому не верьте Даже вот этому человеку Короче, все расследуешь Сигурета рабочего стола Оператор Детектив В этой игре даже рейтинг есть Это типа Deliver of the Moon Там вот это что-то новое, что ли Деливера с Марс там была Да, а это что Тупо, блядь, шлем Шепарда Валяется, как будто Да, Deliver of the Moon Это типа Третья игра уже Или какая-то Четвертая Я уж хуй знаю Вот так, все так Вопросы с новым трейлером Для полицейского участка У нас есть необходимое подразделение Вау Бросьте это сейчас же Это GTA 1 Только современное Мой тебе совет Пригни голову Не злий шеф Придерживайся своего ритма И может быть Только может быть Ты доживешь на пенсии И целым и невредимым, как я Ты остановись на этом И наденьте наручную 10-4 Приближается воздушное подразделение Центральное имейте в виду Подозреваемый пропустил шипы Напомните им, что шипы пропускать нельзя Поднимай его Вот опять тоже очевидно, что эта картинка нейронкой сделана Я вижу эту хуйню Все в порядке Джей, ты сегодня хорошо поработала Увидимся утром Это был участок, который выйдет на PC, PlayStation и Xbox 15 августа 24-го Если вы хотите попробовать, прежде чем покупать, то у меня для вас хорошие новости В каждой игре в следующем разделе прилагается демо-версия Обалдеть Наконец-таки можно попробовать, прежде чем покупать Я, конечно, не собирался А попробовать можно А ты все еще дышишь? Дымки Я плачь Моя очередь Ну такое, конечно, хочется сразу купить Но надо попробовать Он будет чувствовать себя плохо в своем гамбле Во-первых, это Мотордум Грубоватый BMX рогалик В котором сочетаются профессионалы BMX рогалик И выжившие вампиры Вау Следующая игра Angel Nero Нелинейная приключенческая игра, в которой вы уклоняетесь от ловушек и натыкаетесь на врагов, чтобы спасти древний мир Вот 10 мертвых голубей Это психологическая игра в жанре хоррора Ну это хоть на игру, вот это хоть на игру похоже Еще в Апалачи Сервонавты следующие Это игра для совместной вечеринки на диване В которой вам предстоит управлять самой классичной заправочной станцией Апалачи Вот опять для людей с друзьями Спроектируйте будущее в Дистопика Уютном киберпанковском градостроителе Где вы можете создать мегаполис своей мечты Следующий на очереди Ган Туча Блесс Кооперативный рогалик В котором команды подготовители отражают вторжение эволюционирующих мутантов А это Дикие Ублюдки Ролевой шутер В котором вы управляете командой межгалактических преступлений Почему на русском и так смешно звучит Дикие Ублюдки Wild Bastards И последнее, но не менее важное Это металлические костюмы Космический шутер Беги И стреляй с участием ветерана-киборга Жаждущего мутанта Шутенран Зайдите на страницу Или не сперят фиш-лист А у них поэтому, видишь, есть Вон, специальная страница В сегодняшнем шоу В стиме О, эта игра уже вышла Я видел ее Лирик на Сан-ДФД играл Я видел Это детектив-утка Пожалуйста, больше ничего не говорите Не, я не говорю, что нейронки плохо Просто она безвкусная как-то Неинтересно Это уродливая любовь Но я же не гад-лиутенок Это реклама детектива Привет, я Джонни А меня зовут Моника Но это она короткая пиздец Прямо сейчас мы работаем над утином детективом Секретной солями Где раскрытие преступления А, она типа не полностью, что ли, вышла? Вы неудачливый детектив Который к тому же оказался уткой Я был только что разведенной уткой Я не в состоянии оплатить аренду За следующий месяц Используйте свои способности к дедукции Чтобы изучить улики заполучивших Ну и она чисто на английском Поэту У нас пределы по полной Полиствовательной тайне слабоумия Которая выглядит не совсем так, как кажется Или секрет У меня уже несколько недель Не было ни кусочка хлеба Бедняк Детектив Секретная солями Даг детектив The Secret Salami уже вышла на PC и Nintendo Switch А мобильные порты появятся позже в этом году Этот следующий трейлер предназначен для всех поклонников RPG Sacrify вдохновлен классикой 90-х годов И включает саундтрек, сочиненный Матой Сакурабой Конец-таки RPG Но это походу скорее Джерпг Они достойны того титула, который вы вот-вот получите Епископы это нечто большее, чем солдаты Они и хранители Мы взяли Малкору Хватит Иезекииль Купол атакован Матой Сакураба-чел, который писал мазон для ДС Возможно, кстати Боевка Типа Ты двигаешься, враги двигаются Да? А так все черт возьми куда делать бездну дайте мне балкору супер ходах и замуж не просто так показался чё сакрид фаер блять ста карт фаер пайпи и мистер скульптуры и цвет народно чё скоро произойдет жертвоприношение но игровой тест только что прошел в прямом эфире в steam если вы хотите попробовать это перед запуском я чувствую что пришло время добавить еще одну игру в наш ежегодник верно брит я думаю что это хорошая идея знаете что более 10 лет спустя мы наконец-то получаем продолжение вархаммер фотики спейсмэйн 2 космодесантник приземляется в сентябре и вот все что вам нужно знать об этом походу то же самое что вчера пока живет нашего гнева цепные мечи на готове потому что космодесантник номер два вархаммер 40 пачкает страницы нашего ежегодника кто хочет посмотреть галлонами крови зенона это горячо ожидаемое продолжение шутера от третьего лица на этот раз за рулем сразу показано было бы 2 кремя в рамках рекламы точно мужество и славы галактической кооперативной компании могут участвовать до трех игроков ты попадаешь в лязгающие умелые сапоги лейтенант одессы и нормально щасово проходить жестко заточен здесь нет прохода займись штурмовую позицию у моста давай покажем он немного гостеприимствовал там еще выяснилось короче что у игры про обезьяна будет днула выйдите вперед и будьте убиты а еще у этой игра оказывается есть версии за 5000 в которой ранее достали то ли на 4 то ли на 5 дней вообще пиздец мало плюс у них он видно ну типа из того что орда врагов вопрос тираницкое бедствие угрожающее человечество пейсмейн ту перенесет игроков на передовую 4 яндекс яндекс это самая самая продвинутая у тебя такая версия бы то какая типа амрич необычная версия что там просто получается так что выходит сталкер пятого числа а потом вот эта игра сочетается с глубокой системой рукопашных схваток если ее в нее играть в раннем доступе тогда тогда просто времени не будет и в сталкер играть и в эту игру за 5к так можете проще вернуть тебе вместо нее взять вон игру про обезьяноча например металлический водоворот хаотических конфликтов за 3600 а это игру потом поиграть когда там типа доступна потому что я говорю расписание это никак не попадает просто получается что так что у тебя еще есть что этот сам чтобы ознакомиться с богатством знаний увидите она 9 выходит но есть там ранее доступ и отправишься в это суровое приключение то как там вообще не ты не успеваешь ни во что не в stalker поиграть не в это stalker 2 то наверное будет долго проходить раз смотри сам можно и так взят на эти напишут игра выйдет на писи playstation и xbox 9 сентября двадцать четвертого стану в расписании как там вообще не падают наш ежегодник потому что stalker 2 наверное будет проходить но как но прежде чем мы перейдем к этому как насчет еще одной мировой премьеры да стрима может два три уж точно но знаете я должен признать что это немного дико я думаю что здесь нужен подход спорщика просто дай мне секунду теперь успокойся с тобой все в порядке с тобой все в порядке все нормально прекрати это прекрати это фулл прохождение серии свалки при призом будет конечно завтра и завтра начнем чё кино пас какой-то на актуальная короче на сезон посылу проще забить тому же сезон посет наверное еще кит просто миссии для копа в опять год simulator клип уже в группе фанатов stalker если у кого не факт что у ваки например будет до новой и можно будет в него поиграть может быть на полке у друга взять а вот игру про обезьяны ч вуконг точно нельзя будет поиграть на полке и закупаясь пиво на завтра завтра воскресенье а потом тебе в понедельник на работа какой пиво забудь забудь никакого пива воскресенье гига хомяк с перчаткой таноса мультиверс симулятор помню тоже рекламируя все год симулятор длинный трейлер был на 3-4 минут как будто на какой-то тоже из конференции в сонике тоже да ну вот да тоже читал что сонике да ну но на соник мне похуй поэтому столкнись лицом к лицу с капибарой таносом мультивселенной капибар танос а это капибара было новый пакет казалось что это хомяк вообще да сказали что капибара она появится на pc playstation и xbox 19 июня и вы можете прямо сейчас составить список желаний в стим кстати если вам нравится шоу вы можете сообщить нам об этом прямо сейчас перейдите по ссылке на экране и заполните анкету чтобы получить шанс выиграть несколько отличных вам нравится шоу без на предоставленных компаний мси все в порядке пришло время для чего-то совершенно другого в этом году за фьючер геймс шоу запускает новую инициативу призванную помочь повысить узнаваемость перспективных инди игр мы создали форму для отправки видео чтобы создатели игр со всего мира могли представить свои проекта она короче может прислать им трейлеры они покажут следующий раз не должна появиться ссылка на форму думайте об этом как об инди презентации лифта в ближайшие недели и месяцы соника тоже на три дня раньше можно играть за долюс это тенденция конечно сравним доступно чтобы дать вам представление о том что мы ищем команда fx отобрала несколько самых ожидаемых инди игр и попросила разработчиков создать свои собственные элеваторные площадки элеваторные площадки так что за жабу играешь который в тенях прыгает меня зовут реально чел такой типа давайте я сделаю за жабу который прыгает предстоит найти дорогу назад в тень по пути ты также поможешь другим людям которые потеряли свои предметы шим мы выпустим playstation force 5 xbox nintendo switch и steam я готов блять симулятор сантехника привет я курт полсон короче у чела типа много детей и он такой пожалуйста купить мою игру я тоже отец троих детей и работаю полный рабочий день 5 лет назад я сам научился программировать и создавать игры в свободное время хуясь я нашел студию для маленьких лесорубов мастер на все руки из world wars сочетает в себе мою любовь к стелс-хоррором и очарование игр нинтендо это захватывающая комедийная игра для всех возрастов ты играешь за дуга неквалифицированного разнорабочего пытающегося спасти свой местный приют для животных от банкротства найди инструменты выполняй задания избегая разгневанных жителей и заработай достаточно денег чтобы спасти приют в сентябре выходит лучший в мире мастер на все руки поиграй в бесплатную демо версию и подпишись на игру в steam чтобы поддержать нашу маленькую команду спасибо кодера это приключенческая игра в жанре стоп-моушен действие которое разворачивается в мистической исторической шотландии мы преданная своему делу и увлеченная команда из двух человек создающие по-настоящему независимую игру без компромиссов но это стоп-моушен пластилиновая игра в этой игре ты исследуешь мир полный эксцентричных историй и созданных вручную нпк нпк ты преодолеешь трудности с помощью механики боя и владения мечом джузера наша любимая часть это пожалуй разнообразные и порой гротескные боссы которыми изобилует игра джи роу выходит этой осенью в steam пожалуйста составь список желаний и помоги распространить информацию спасибо тебе какие-то два лучших друга с детства я так понимаю у них есть кошечка они знают друг друг уже я не знаю 100 лет и в высокомерие и самообмана они решили создать га про свинью и старика это приключенческая рпг о старике-затворнике и его охоте за трюфелями свинья эти два невероятных героя назовутся тянутыми в опасный заговор которым участвует да нахуеть сейчас привод может пофиксить на нас например могу ли я владеть приемами самобороны необходимыми для выживания могу ли я преодолеть свою социальную тревожность чтобы стать героем а действительно ли я должен есть каждый гриб который найду ты можешь найти грибы и многое другое в книге отшельник и свинья демо версии уже доступна в стиле показывает чтобы люди купили кошки тогда там буквально типа уже на коленях можно сказать ползать пожалуйста пожалуйста добавьте вишлист вишлист добавьте чёки ну пожалуйста я очень умоляю вас обязательно составь список желаний но вот ты добавь добавь пожалуйста мишлистер на все руки и скиммера на пару если вы разработчик игр и хотите принять участие в конкурсе инди элевейтер вы можете узнать больше перейдя по ссылке на экране прямо сейчас покажи нам что у тебя есть а теперь вернемся к нашим обычным программам что в случае означает еще одну мировую премьеру это приключенческая игра в жанре стелс-стратегии действие которое разворачивается в гнетущий стрелс-стратегия я знаю что ты волнуешься насчет войны на континенте но вы мой народ и с тобой ничего ну графин кстати неплохой да в катсценах в этих диалогах у кого нет никаких проблем мы просто хотим поговорить с ним вы сказали мне что хотите уйти стелс-стратегия это команда для меня это слишком опасно это не то чего вы хотели найдите ее она где-то здесь я уважала ваше решение потому что думала что вы уважаете меня мой бизнес и все что я как игра на это душно будет это всегда касается тебя ханна а теперь ты привела сюда полицию они ищут германа похода всю игру на карачках ползаешь и больше ничего не может что он натворил мне все равно я должна найти его раньше чем это сделают они это всего лишь вопрос времени чё я ели и вели в движение эйкс холм мая тиханна stolen dream я на это игру похожа реально красиво даже выбила я говорю там mpc персонажи разговаривают в диалогах дом эрика украденная мечта скоро выйдет на пк и консолях что дальше роджер ну что же вот более подробный взгляд на беги от мумий кооперативный поисковик подземелий в котором вы играете за группу туристов баки я уворачиваюсь от ловушек чтобы сфотографировать древние реликвии стура и и так ты слышал о туре так опять мультик показали и вот игра обалдеть все готова к туру ну что же эти достопримечательности незабываемые и чтобы поделать типа ёблок пивка с друзьями или поиграть вот в такую игру это идеальное место выбора заложен и повезло ребятам переделок хватит показать доктор шиноват на иди сувениры им надо тренироваться определенно как грит сам снаружи есть целый мир который нужно открыть для себя есть целый мир обалдеть Бегите от муми Один последний совет Побег от муми Осенью уходит И на PlayStation 5 еще Бегите от мамы Бегите от мамы, блять Вот это да Вот это да Так, тут какой-то Souls-like он И ты сможешь поиграть в демо-версию в Steam после показа Далее у нас есть сайд-скроллер, похожий на Souls Действие которого разворачивается в мрачном пункте А, это сайд-скроллер Вот последние новости о Мандрагоре Похоже на Souls-like Введите меня вперед, невзирая на опасность Мы сейчас работаем на нашем самым амбициозном игре сегодня Мандрагоре Всем привет, это Алекс, менеджер по маркетингу сообщества Что тут от Souls-like-то, блять, я не знаю Это просто типа, ну, экшн-игра и все Теперь все Souls-like называют Мандрагоре, это 2,50 Это сайд-скроллер, д-экшн, РПГ с глубокими элементами Бать, вы видели это дерево прокачки? В настоящее время мы работаем над тонкой настройкой многих функций, которые будут доступны в игре Включая эпические бои с боссами и ветвящееся дерево талантов А, ну, все, боссы есть, да Вы заслуживаете лучшего за то, что сделали с той ведьмой, но это все, что у нас есть в запасе В полной версии ожидайте, что погрузитесь в повествование, созданная легендой индустрии Брайаном Мицодой Известным своей работой над фильмом вампир, Маскарад Мицода, которого выгнали из работы на Vampire Mask Вы видели, как выглядит этот Vampire Mask, который пришлось переделать полностью? Сочиненный Кристосом Антонио Наиболее известным своей работой в качестве участника Сектик Флэш Переделанная, конечно, не особо лучше Но все равно Мандрагора Это пик Это пик Да, с вами мы просто метро и дваня, да и все Видимо, там нет элементов метро и дваня Ваш пассажир потерялся Таков же и этот мир Мандрагора от нового издателя Найт Спик выйдет на ПК и консолях позже в этом году О, красота такая Сейчас мы осматриваем Дест Борн Игра Красная Нить, это приключенческое дорожное путешествие Вот последний трейлер Не, ну это инстабай У них включен цирк Тут даже вещи добавлять не надо Они охотятся за нами Вот дерьмо, вот дерьмо, вот дерьмо Успокойтесь Сделайте глубокий вдох Давайте съедем на обочину Мы можем справиться с полицией Пакс, может быть, уберете груз в безопасное место? Столько возни вокруг маскарадов Как именно обращаться с полицией? Ну, фан-базка это есть большая Вы знаете, что копы делают с такими людьми, как мы Си, пожалуйста, выслушайте меня Сак говорит женщина, которая никогда никого не сняла Связана с той РПГ по вампирам Это просто есть же франшиза у них И они продают ее Мы такие мертвые Останови машину Мы разберемся с копами Опустите свое окно Что именно? Окно Подождите Я больше всего ржу еще с этих переведенных диалогов Привет, офицер Что происходит? Мне нужно, чтобы вы, люди, вышли из машины Вы неудачник Насколько сильно вы облажались, чтобы попасть сюда? Дорожный патруль у черта на куличках? Я прекрасно справлялся с отклонениями от нормы Пока вы не попытались заморочить мне голову Я сказал, выйдите из машины Эй, офицер, пройдите по дороге Этот Этот Да, вместо не на релизе Нет, там вообще это никак не связано Короче, этих же игр по вселенной Как она? Вселенная Тьмы? Как там называется, короче, вампиров? Там же миллиард игр выходит Там в год чуть ли не по пять игр Остановите его Карточные, РПГ, Кен СО Куча игр выходит Это был полный пиздец World of Darkness, как называется, вселенная Время закрыться раньше Обалдеть Опять игра с паузой Супер хот Пошаговый bullet hell Вау Играй быстро, думай медленно Играй медленно это про нас вот в этой игре думать не надо наверняка это товар диффенс какой-то охуеть и кажется можно скоро короче просто скормить какой-нибудь нейронки дата базу всех игр в стиме и она вот начнет высирать вот такие игры сама по себе даже ничего делать не надо будет может уже кто-то так сделал если проблема как составить нейронку это все изучите научить ее делать именно игр наверно да именно обучение ах это величественный альберта он это последний известный оплот цивилизации прогресса станьте одним из наших уважаемых инженеров и позвольте озарению нашего великого лидера уильяма кейна направлять вас сегодня твой день присоединяйся что это вообще за игра нихуя не понял истинный потенциал докажи свою состоятельность и достигни величия в элбот рост и кнолоджи а потом она сказала что со мной все будет в порядке вы видели сколько задниц я могу надрать ах черт возьми это абсолютная правда хорка вернулся давайте не будем сбавлять темп и сразу же перейдем к нашему следующему трейлеру вдохновленная резидент и валом чё тут резидент и вал ваще кто такой 8 бит райан вы заметили что у него наш реалистичную нет да звук отстаёт потому что перевод полагает ничего не поделочек и это вот блять лететь сейчас трезин ты был был бля ну да ну да пять фэпусов это тоже вот резидент и вал вот это тоже резин ты он и я не хотел сделать где он заставил меня сделать ты должен быть здесь может так вот они меньше лагать будет 4 жанр клона резика ну да silent hill вот новый который ремейк фактически же является клоном резика он же пытается ему подражать окаянный что-то про окаянного поет саундтреки это hotline майами новое но здесь нет ваншотов он что-то крутится крутится хуйня отклони смерть поля реально просмотр вот это хуйня весь этой инференции всей конференции с ума можно сойти от набора игр с таунтрека и происходящая сумма куни какой-то скоро выйдет можно вишни добавить какие хорши геймс типа хип-хоп группа короче рэп-группа из японии решила сделать свою игру вот почему там окаянный поет меня не смотрел игра скоро выйдет на пока но пока вы можете добавить ее в список желаний мне хватило самой summer game fest это экшн-игра в которой вы используете магию оружие и навыки скалолазания чтобы уничтожать я был прав то что там то пять три игры показали больше не трейлер что горшок не выпустят свою ведьма какого ведьмака готика готика не сбоем про готику готику он должен был выпустить не романах я вам надо было в спуту добавить тебе романах медленно убираться оттуда я была создана для этого аурея качи знали об этой безопасной зоне в тени долины на протяжении десятилетий уже много лет никто не был так близок к этой игра от юбисофт который была как он там назывался и морталс или чё там положенного глубже в тени который еще про богов было помните можете на меня положиться или ты не ибисофт был не помните бисофт был а может это электроник артс была не иммортал софт авиаума другая там еще типа боги короче рофли друг на другом иммортал феникс это место таит в себе тайны превосходящие наши самые смелые мечты пришло время раскрыть их короче пост-шоу и там будет скоро появится интервью с разработчиками вы хотите больше во время нашего официального пост-шоу в будущих играх будет показан пакет расширения пакет расширения после летнего dlc шоу так что оставайтесь здесь чтобы поближе познакомиться с сегодняшними играми и некоторыми дополнительными мировыми премьерами для следующего раздела команда fx отобрала несколько самых захватывающих проектов на движке unreal engine 5 чтобы дать сногсшибательный взгляд в будущее давай проверим это симулятор пачечный нет это просто типа темки на анриле я так понимаю или чё очень интересно очень интересно конечно фьючер гейм шоу называется миксы пиксельного кал могли получить это ну да если челом видимо дали работу вместо этого виши они просто делают вот такие сцены и их рекламируют потом анрил скорее всего подплатил окей вау черепаха с маяком это круто было а чё типа челом это не для портфолио делать или так для прикола для творчества для себя ну то первым нет реклама анрила даже не технодемки же по сути не или от технодемки реально ебать да реклама анрила все так и чё типа может быть из этих проектов что вырастет следите за ними в социальных сетях сказала обязательно следите за ними чтобы быть в курсе развития этих проектов теперь как мы все знаем единственный хороший жук это мертвый жук в этом году было проведено множество мероприятий по виртуальной борьбе с вредителями а как насчет еще немного теперь нам нужно еще один холдайверс привет я питер морис я это просто апдель рекламу я здесь для того чтобы рассказать тебе немного о новом захватывающем обновлении для игры под названием карнадж и планет x11 ебать фэпс сама система карнадж это по сути постоянные тела жуков по всему миру они никуда не денутся мы переносим этот фильм в видеоигру я могу взобраться на груды жуков чтобы получить наилучший обновление но это типа же оригинальный старший трупперс звездный десант да на самом деле все дело в том чтобы устроить бойню войну с жуками и возможность показать постоянный ущерб по всему миру я так рад поделиться этим сообществом планета x11 находится глубоко в системе тайбис в карантинной зоне для паука брата мы помещаем эту планету в кольца газового гиганта это окутано тайной мы отправляемся туда чтобы защитить массив не имею ввиду фильм как назывался на английском звездный десант старший трупперс так и назывался старший трупперс это наша первая попытка в старших труппах совместить боевую обстановку в помещении с боевой старший трупперс а ну вот значит да это как бы оригинал получается хелдайверс это так чисто как будто выглядит паразитирует на этом все слабое место хотя первый хелдайверс тоже старая игра мы добавили брони но она совсем по-другому выиграла слабое место жука это то где ты можешь легко уничтожить его если знаешь как правильно прицелиться слабое место прийти сколько нюансов и глубины чем в перестрелке и именно это слабые места позволили нам сделать работа над истреблением звездного десанта была для меня воплощением мне действительно нравится приходить сюда и работать над этим каждый день было так весело перенести эти моменты в игру starship труп из экстерманейшн которая теперь доступна в стим в развитии этой сенсационной новости мы выпускаем наш третий и последний ежегодник так давайте перейдем последний какой-то типа крутой трейлер я так понимаю кастинг о фрэнкстоун аааа это это короче игра кинсо от челиков супермассив которые делали кинсо по dead by daylight из антологии minds behind dead by daylight и dark pictures пожалуйста поприветствуйте участие фрэнка стоуна в нашей будущей игре шоу хочет посмотреть ежегодник это однопользовательское хоррор приключения позволяет вам создать свою собственную историю в расширенном мире культовый экшн-хоррор игры dead by daylight игроки следуют за группой бесстрашных молодых кинематографистов которые отправляются снимать свой собственный домашний фильм ты че фанат dead by daylight я видел это только девочки одни играют как у дома решать сложные головоломки и бросать вызов смерти пока ты будешь вести актерский состав через жуткую обстановку и шокирующий поворот по пути избежать кастинг фрэнка стоуна состоится на ps5 xbox series x и pc в двадцать четвертом году на ней везде он выходит не x захватывающим сотрудничеством давай расскажем об этом нашим друзьям портнайте петл батареи какой-то там баба джейхал дайся в первом петлю мешку хе-хе-хе твоя жена игра это че твоя жена не девочка 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 так очевидно что сверхмассивные игры с их родословной их портфолио игр охуер чел конечно чисто король бля кастинг фрэнка стоуна а как он так блять еще сесть на это как-то так развалится подожди я иду с тобой это бесстыдный опыт ужасов оооо скромный чувак сразу к нему уважение она действительно соответствует идее всехватности лежащей в основе многих преданий Dead by Daylight и вот так все получилось как-то очень не ну игра кинсо че всегда прикольно а на стриме тем более поиграть просто хз может быть ли это интересная игра по вселенной Dead by Daylight довольно жуткой истории ужасов и серийным убийцам но по мере того как история развивается дальше события развиваются в разных направлениях мы привносим множество различных поджанров ужасов я думаю что это принадлежит тому да плюс для фанатов и главным фактором повлиявшим на меня все таки дохуя люди играют в ДБД что-то во что ты действительно мог поверить что происходит что-то что ты можешь понять и к чему в то же время относиться я б да поиграл часть этого ты не понимаешь и это создает загадку мы всегда возвращаемся к классическим фильмам ужасов слэшерам и персонажам которых мы научитесь любить и ненавидеть одновременно что? одна вещь за которую мы действительно быстро ухватились это идея о том как произведение творческого искусства может быть мы прохождения делали regulate name мы всегда вспоминали это наши случаи это фильм с Супер Восьмерка которая снимается группой без кровления в кайд конкоры или как там я же запутался об этих конкордах Кто-нибудь из вас слышал о мельнице? В самом начале проекта, разговаривая с компанией Супер Мессив, мы подключились, потому что мы страстно любим ужасы и в основном черпаем вдохновение из одних и тех же источников. Кандор! Сука, сложный биздец. Код Кандор. Канкур. Кандор. Наши фанаты, а также новые игроки, которые испытают это на себе, могут увидеть, что оба ситуации принадлежат к одной линии. Так что для фанатов сверхмассивных игр, которые еще не окунулись в туман Dead by Daylight, это будет отличным первым шагом. Ну же, люди, нам нужно снять фильм. Но еще одна премьера. Еще не конец. Вау. Вот это премьера, чуваки. Састинг на роль Фрэнка Стоуна состоится позже в этом году. И на этом мы завершили наше занятие, чтобы посмотреть боевые милы для летней высказки. Ну вперед опять отстает, но в целом поебать. Вперед команда. Это такое вот. Это также означает, что мы приближаемся к концу шоу. Но это не значит, что мы покончили с мировыми премьерами. Вот еще кое-что. Кооперативная игра, между прочим. Хрюкает сучара, блядь. Усука. Можно вот с женой вместе хрюкать. Не, ну что, вот если вы типа Крэш Бэндикут любите действительно, то... Хорошая игра, наверное. Просто фури здесь какой-то, прям совсем фури. Курятина. Как-то не очень. Гароусер играл. Че, Ника Деррика, The Magical World. Ты же в 24-м везде выйдет. Платформа. Как часть нового публишинга Лабела Найтс Пик. Которая была сегодняшняя. Она скоро придет к PC и консолям. Я понял. Вы бы видели наш следующий игрок раньше. Он вошел на социальных медиа. Для их хипер-реалистических графиков. Вот новая трейлер для Bodycam. Типа, какую игру? Микро. Эту игру. Эта же игра на пятом анриле. Типа. Так она мультиплеерная, что ли? Бля, я думаю, это соло-игра какая-то сюжетная. Team Deathmatch? Или я с другой какой-то перепутал тоже подобной. Блажь какая-то сюжетная промо. Вышла в Steam, а? Я думала, это сюжетная игра, я сейчас. On Record, да? Ага. Лампа. Лампа. Хорошо. Время для нашего финального трейлер. И с теми, что этот трейлер это специальная премьера. Но, перед теми, я имею в виду небольшую вопрос. Есть вопрос для него. Кого ты выберешь? Тифу или... Какая вторая? Эриф, кто там? Из финалки. Интересно. Это как-то много вопрос в этом сценарии. О, нет, нет, нет. Это просто... Это просто хипотетик. Нет, нет плохой ответ. Хорошо. Ну, вы видите, это очень интересно, ты знаешь? Это занимает тебе много времени, чтобы ответить. Ну, если я должен выбрать между Тифой и Эриф, то я думаю, что я должен идти с этим. Так и не ответил. Ебать, премьера, я охуеть. Ух, ну, тихо. Думаю, он реально, кстати, не играл. Скорее всего, кто, блядь, его лет уже на 55, какой финалка. Чё? Типа, разработчики, которые работали над Капхедом, Рик и Морти, вот сделали свою игру какую-то. Это тизер такой. Всем пока. Так, опять шутки про колбоев, а вот лоу, стипа, нет. Дальше пост-шоу с разработчиками. Спасибо всем разработчикам, кто там трейлеры делал. Всем уважуха в игровой индустрии. Сложное время в игровой индустрии. Да, с такими играми, блядь, охуеть, конечно, сложно. Некоторые ДМГ доступны. Если вам понравилось, добавляйте виджлисты. Это был фьючерс гейм-шоу. Еееее, пиздец. А дальше DLC. Отдел, задел, сии. Загал Синэн, денег еще возьмут с меня, Да ну его нахуй Это мы в Alan Wake до этого играли Alan Wake, чуваки, заебись был Просто я так Два с половиной часа Чистого балдежа было В сравнении с тем, что я видел Знаете ли Хуйня, конечно, в фанфик Ни о чем в плане сюжета Но было лучше, пожалуй Alan Ring делал схемы Из ближайших крупных рейзов, да? Alan Ring выходит Вроде Да Не, может какие-то пару игр Там реально можно отцепить Вишлис добавить Что у них там Да, вон на главной системе Есть ссылка на фьючерс гейм-шоу Это Можно зайти и там какие-то проекты Подобавлять Я смотрю Коза какие проекты нам доступны В нашем регионе Может не все Может не все В чем тут Summer Games Shows отдельно Страничка есть Я смотрю Да Такие дела вот у нас на сегодня Про яйцо игра Мне больше всего понравилось Даже не знаю, какая игра Сложно сказать Только много игр было Эти скоростные трейлеры Наверное про челики, которые от мамы бежали Которые от мумии на самом деле Вот это шедевр Лучше всего А Киряпич здесь есть чат Мы можем У нас есть время Сейчас пойти на Good Game Посмотреть пару серий Заказанную Что-то нам там заказывали Гусара с Харбамом На игре про Фури Ты еще оживился Я, кстати, никогда не играл Вот в этот оригинальный Как его там Crash Bandicoot Я не особо знаком У меня же не было PlayStation Если А, нашел его? Нет? А, есть? Можем сейчас на Good Game Короче, пойти посмотреть Эту тему А на Твиче Закончим Следующие чуваки шоу Короче Завтра, 9 июня В 8 часов будет Xbox Game Showcase И Call of Duty Direct Вот Там будут Какие-то, наверное, крупные анонсы От, вот, Xbox Беседки Может, там что-то хорошее покажут Хотя бы 1-2 анонс каких-то Так что ждем завтра В 20.00 по Москве Калатарианцы Да Остальными давайте, человек Я совсем прощаюсь Спасибо, что заходили, смотрели В начале говорю еще раз Алан Вейка 2 прошли DLC Кому интересно Можете посмотреть Вот Чтобы самим не играть Здорово, Ваксон Ты под конец А потом мы посмотрели Это Features Game Show Да Сейчас пойдем на ГГ Смотреть Пару заказанных серий Ну или одну серию Я знаю, сколько там он найдет Там уж определимся Может, какие демки Кстати, завтра поиграем Я не знаю Я посмотрю, что там есть Интересное До шоу или после шоу Xbox Посмотрим завтра Как Как будет У Bodycam, кстати Вот, которую сейчас показывали 64% рейтинга В Steam Стоит она 1100 Типа игра Я так понимаю Че там Неинтересная игра Пишут Что, типа Кроме картинки Ничего нет Короче В Bodycam Два школьника Да мне кажется Это легенда Про двух школьников Ты ж не знаешь Никак На самом деле Кто там че делает Чисто такая Красивая Никак не проверишь Да, все Что бы хотел Посмотрел Ладно, чуваки Давайте До встречи на Goodgame Кто пойдет Со всеми остальными БП Спасибо, что заходили Спасибо, что смотрели До завтра На конфе Xbox Точно как минимум Там встретимся Всем пока Всем счастливо ББ Хорошего вечера